всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня как обычно закупка продуктов из магазина ленты получилась она у меня в районе 6 тысяч и ездил как всегда у меня мой муж как всегда в последнее время так что кому интересно такая тема продолжать смотреть и так вот такая закупка принципе не очень большая получилось у моего мужа давайте я вам покажу значит так собакин тут собакин отходи собакин тоже у меня проверяет значит здесь напитки соки яблочный апельсин меринда и вот этот квас девочки действительно вот мне писали кто что это вкусный квас действительно очень вкусный квас очень понравился моему мужу я на самом деле не особо люблю квас не особо в нем разбираюсь но мужу прям очень понравился и он вот купил его снова вот так что да очень понравился так дальше здесь яйца куриные c03 десятка и тесто бездрожжевое с 2 упаковки и 2 упаковки дрожжевого теста очень она меня вручает всегда можно достать им быстренько разморозить и сделать либо слоечки с сахаром я делаю либо даже вот на завтрак вот с яичком знаете но я показывала такие то у меня дети называют мини пиццы там с колбаской с помидорчиком сверху яичком заливаете получается безумно вкусно поэтому она у меня всегда должно быть морозильники и вот купил мне снова дальше снова наггетсы муж у меня часто берет их с собой на работу до пельмешки здесь снова сибирская коллекция вот такие и вот такие вот штучки тоже очень меня муж любит вот эти вот они кстати вкусные я тоже их пробовала как-то действительно есть такой бульончик внутри они прям очень-очень вкусно и вкуснее чем обычные пельмешки так дальше здесь колбаска вот этот дымов очень на последнее время он нам понравилась а очень вкусно так здесь два кусочка сыра тоже покупаем сыр он вот например с булочками делаю поэтому быстро у нас тоже уходит такой пашихонский получается 119 рублей за кусочек и вот такой вот нас что это сыр богатов 215 рублей за кусочек обычно могут такой например едим а вот этот вот я на всякие запекания всякие булочки не знаю запеканочки какие-нибудь в общем туда уходит мясо у нас еще осталось поэтому много он не взял взял вот такой только филе бедра индейки я обычно его филе бедра тушу с чем-нибудь потому что он такое достаточно жесткая вот филе грудки она уже такое ну как бы более мягкая вот по 278 рублей и то это по карте видите так стоит филе бедра 410 рублей ну то есть акция была на него купил кусочек так дальше здесь две упаковки молока не знаю почему не взял большую упаковку и здесь еще сметанка дальше кофе jardin вот это кстати очень вкусная именно вот это американо крема очень нам нравится с мужем также здесь у меня мука 2 килограмма макфа просила купить сахар он меня взял вот такую большую пять килограмм ну ничего пригодится в любом случае также здесь у меня вот такие вермишель он у меня взял хороши котлеткам я на самом деле варю бульончик обычно бульон и вот такой вермишель дети у меня любят просто куриный бульон с вермишелькой очень нравится так хлеб каравай тостовый вот этот лентовский кстати очень вкусный и если его хранить в холодильнике он не черствеет поэтому вот да нам нравится батон лентовский тоже взял если такое печенье от марки любят его кстати очень вкусные и печенье и всякие сухие завтраки очень вкусно мне нам нравится эта марка так и здесь немножко овощей и фруктов значит огурцы не вот такие колючие с пупырышками да вот по 100 на 175 рублей получается полтора килограмма взял тоже сейчас вот у меня дети и огурцы могут просто охрумкать тоже нравится и помидорчики 79 рублей за килограмм так сейчас я открою на сто пятьдесят пять рублей получилось вот такие томаты и фрукты начались сезонные фрукты в ленте здесь конечно в ленте более адекватные цены чем например у нас местный магазин никто смотрел мой влог видел что я купила клубнику 600 рублей килограмм также местном магазине у нас черешня 600 рублей килограмм 220 рублей за килограмм кукуруза персики 450 килограмм были обычные нектарины и тоже помочь 450 рублей килограмм так что да получается прям как мясо у нас фрукты по цене значит персики вот такие взял по 179 рублей вы знаете я их намываю я уже говорила ставлю на стол и они доходят вот обычно и становится очень вкусными и здесь также нектарины по 179 рублей взял на мой сейчас положу они обязательно дойдут яблоки в этот раз вот такие взял мы очень все дома любим яблоки все у меня и дети едят яблоки и мы сможем полтора килограмма у нас наверно за неделю уходят даже меньше наверно еще взял черешню вот это уже адекватная цена на черешню 349 рублей по крайней мере не 600 как у нас вот жалко только не пишут кто привозит откуда она вот видите никогда то есть дата сбора 2020 год изготовлено упакована так видите нигде не пишут откуда привезено это видите поэтому обычно на ценников самой ленте тоже не пишут да можно конечно спросить работников но обычно они тоже сами не знают и еще здесь вот он мне купил вот такой опрыскиватель для огорода что он говорит что-то 600 рублей в чеке будет видно и я его хочу использовать not для ну в общем для опрыскивания да здесь 5 литров у меня есть большой опрыскивателя вот этот у меня получается поменьше вот такой будет два опрыскивателя ну да это очень классно у меня такой же прошлом году я в ленте покупала только больше объемом вот эта штука была больший объем и он не сломался ничего очень хорошие накачивайте к нему еще идет такая шнуров давайте я достану покажу вам вот так вот он выглядит единственно что вот у этого видите он не такой большой то есть на 5 литров идет у него нету вот этой удлинительной палочки вот этой вот тот который больше объемом по-моему на 10 литров что-то такое у него есть вот эта палочка которая удлиняет сюда нажимаете опрыскивает очень классно опрыскивать на мой взгляд накачиваете ручка берете и здесь есть вот такой вот ремешок который можно прицепить и на плечо и пошли опрыскивать сад огород свой ну как бы недорого очень классная вот у меня теперь будет два большой тот я буду использовать для деревьев как раз а вот этот вот ну так кусты там опрыскать еще что-то вот так что так что классный очень советую если увидите в ленте возьмите вот у меня не сломался ни разу вот хотя я если что-то такое сильное там бордовскую смесь например заливаю я потому водичка промываю чтобы не засорялся так что хороший опрыскивать советую и вот чек сумма составила пять тысяч семьсот семьдесят три рубля скидка по карте 1970 рублей и также под предыдущим видео на эту же тему мне говорили по поводу журналов во первых я их лично я когда ездила и когда выдавали я брала всегда муж мне не всегда берет вот попросила выдавали он взял выдают эти журналы в конце месяца или в начале то есть в зависимости от того я так понимаю остаются они у них или нет выдают их бесплатно и бывает два журнальчика идут в комплекте все зависит от скажем так праздников какие есть такие нет и выдают от трех тысяч вот я спрашивала у девушки на кассе да она мне сказала так что от трех тысяч выдают но не всем а от 5000 выдают всем как то так вот от 3000 кому дают кому не дают я вот это вот честно слово не знаю вот но всегда предлагают вот если сумма больше 5000 они просто предлагают говорят вам нужен если нужен тогда вам дают если не нужен то соответственно нет ну и плюс вот видите здесь написано что кстати у меня нет не установлено приложение лента вот тут типа новые рецепты у меня у меня лично не установлено это приложение поэтому да у меня эсэмэс оповещения о скидках обычно приходят это я когда карту заводила как-то вот видно поставила галочку эсэмэс оповещения общем не и приходит периодически вот вот такой журнал здесь действительно здесь есть реклама как вы видите но и и не так много я бы так сказала вот какой то в обычном наверное глянцевом журнале при этом есть рецепты но не все рецепты такие скажем так бывает такие достаточно со сложными ингредиентами рецепты бывает очень даже ничего бывает здесь в этом журнале пишут там вот как здесь например то русская душой там про корчицу например он бывает очень интересные какие-то на живот видите со временем любая корчица теряет аромат остроту вот поэтому выбирайте со сроком хранения не менее 6 месяцев вот так вот видите так что ну естественно есть и реклама конечно же есть рекламные такие вот например лапша роллтон до что можно из нее приготовить ну что-то вот такое вот а есть интересное действительно рецептики какие-то вот например здесь то что тушеный карп в кефирном соусе очень ну на мой взгляд интересная история да я кстати обожаю карпа вот то есть ну если входите в ленту обязательно берите но это в конце месяца или в начале месяца так что жрачка на самом деле очень интересные вот ответь какие-то сладости даже вкусные одно при этом да видите есть какая-то реклама и продукции 365 дней просто какой-то другой так что да так что журнальчик вот просила мужа брать вот видите лимонадики например наподобие как чай как я тоже такое дело вот со льдом так что интересно обязательно берите спрашивайте на кассе так что вот такая вот у нас получилась закупка я надеюсь вам понравилось такое видео она была для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан ставьте пальчики вверх мне это очень приятно всех люблю целую до новых встреч